Почему вы решили заниматься именно шахматами? Откуда пошла тенденция такая? Повезло, совпадение такое удачное. Сразу нашел то, что я делаю хорошо. Прошу. Вы любите свой день рождения? Очень люблю. За что? Ну как день рождения? Пока я еще в том состоянии, в том возрасте, когда я могу полностью наслаждаться. Вот хорошо как-то. День какой-то очень приятный. 13 апреля. Хотя, честно, я не могу сказать, что я его жду. Но вот когда он приходит, вот очень хорошо. Какой самый памятный подарок на Новый год у вас был? Я не очень люблю вообще принимать подарки. Я очень люблю их делать. Я как-то чувствую себя гораздо лучше, если я делаю подарок. Как-то принятие у меня почему-то, не знаю, ну какой-то дискомфорт начинаю испытывать. Какие качества характера вам мешают в жизни? Ну мешают, наверное, все-таки импульсивность, эмоциональность, потому что они, их приходится обуздывать, чтобы не допустить ошибки, которые может оказаться роковой или достаточно серьезной. Может быть определенная поверхностность, потому что я пытаюсь охватить достаточно много и не всегда могу проанализировать решение достаточно глубоко. Но мне кажется, сейчас я опять-таки накопил достаточно опыта, чтобы вот эти свои недостатки компенсировать какой-то сбалансированностью принятия решения. То есть в целом я действительно достиг уровня, когда количество ошибок может сводиться к минимуму. Ну, к допустимому минимуму ошибки всегда есть. Как вы учились в школе? Учил школу с золотой медалью. То есть вы были круглым отличником? Да, я был круглым отличником. Скучаете по боку? По боку скучаете? Наверное, нет. Я могу сказать почему. Дело в том, что я считаю, что города, в котором я родился, уже нет. Это был достаточно специфический город. У нас такое слово любили, интернациональный, которым почти все население говорило по-русски. Который жил в какой-то мере как одна семья и обладал каким-то определенным запасом культурных и аморальных ценностей. Такого города больше нету, поэтому мне не по чему скучать. В любом виде спорта вы могли бы проявить свои способности, так как в шахматах? О, нет. Так как в шахматах нигде. Ну, в принципе, я... Ой, я, как я сказал, уже очень хорошо плаваю, достаточно быстро бегаю, неплохо играю в футбол. Как насчет друзей, настоящих друзей, они у вас есть? В принципе, да. У меня вот есть один друг, с которым я дружу с первого класса. Вот он тоже приехал в Москву, сюда так уж получилось, тоже стал беженцем. И вот мы по-прежнему дружим. Сколько уже прошло? 23 года почти. В вашей биографии есть факт, когда вы в Париже рекламировали французские товары. То ли пиво, то ли напиток какой-то. Алкоголь и напитки и табачные изделия я рекомендовать не могу, по своим убеждениям. Что касается, да, единственная в моей жизни реклама, единственная, была в 80-м году в Испании, перепутали. Это была вода Швебстоник, которую я просто регулярно, между прочим, еще и пью в тени 8 лет уже. Кстати, вам заплатили за эту рекламу? Естественно, конечно. Но, к сожалению, тогда все деньги забрал в Госкомспорт СССР. А, кстати, он много у вас забирал денег? Вам что-то оставалось, если... Не, ну что-то оно оставалось, я вообще-то не знаю. Мне даже трудно сказать. Я думаю, что количество денег, которое было изъято у меня за, ну скажем, сколько там, за 10 лет моей шахматной такой деятельности в Лоне Госкомспорта, там меньше было, лет 8. Ну, я бы сказал, около полутора миллионов долларов, я думаю, в целом. Такая сумма была. Ну, что, на нее можно было нормально жить многим чиновникам. Скажите, в этой жизни вы играете только в те игры, правила которых вам известны? Я стараюсь играть либо в те игры, правила которых мне известны, либо я стараюсь другие игры цивилизовать и установить те правила, которые позволили бы мне и другим играть нормально. Вы суеверны или, скажем так, верите ли вы во что-нибудь? Вопрос опять требует пояснения, потому что, что касается суеверия, да, в целом я суеверен. В целом, вот, число 13 вызывает у меня такой суеверный трепет в силу, видимо, дня рождения и номера моего чемпионства. Но, опять-таки, я просто для себя уже сделал заключение, что мы все подделываем какие-то совпадения под свои суеверия. Поэтому суеверен, наверное, каждый человек в той или иной степени. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к Блиц-партии вообще? Они поднимают уровень шахматиста или наоборот? Вот тот самый случай, когда можно дать волю азарту. То есть, вот рука там вводит фигуры, хотя в целом реальной пользы совершенствования они не дают. Скажите, а с женщинами вы часто играли? Играл, первый раз я играл с Майя Чебурданидзе, когда она была чемпионкой мира уже в 80-м году в Баку. Вот, и потом несколько раз я играл такие вот легкие, скажем, вот я играл с Софией Полгар, играл с Юдит. Ну, и такие были партии, вот, легкие, активные шахматы, Блиц-партии. Пока бог миловал, пока я выиграл все партии. Скажите, а занимаетесь ли вы благотворительностью? Да, занимаюсь. Благотворительностью я занимаюсь давно, регулярно, просто некая потребность. Я даже создал, полагаю, что первый частный фонд в стране благотворительный, фонд Каспарова. Значит, из самых крупных акций была, это 9 с лишним миллионов рублей, выданные беженцам, армянским беженцам из Баку, января 90-го года. Кроме того, был еще ряд акций, как раз связанных с детьми, и одна из них, это проведение, скажем, недавнее, январь 93-го года, турнира детей-инвалидов. Хотя акций достаточно много, потому что я считаю, что заниматься этим для меня уже надо регулярно. Гарри, сейчас в России пошел ажиотаж по поводу ваучеров. Получили ли вы свой ваучер? Если получили, то как вы его? Получила жена свой ваучер, я свой получить еще не успел. А на что вы его потратите? Я не знаю, на что я его потрачу. Я, может быть, даже буду покупать ваучеры. Мне кажется, что ваучер, вещь вообще, ну, опять-таки, она... Это двоякая вещь, то есть это и хорошо, и плохо, в том плане, что, скажем, с одним ваучером делать что-либо трудно. Если у тебя их много, то появляется много возможностей. Все-таки это первая ценная государственная бумага, и мне кажется, что от судьбы этой бумаги будет зависеть и судьба всего формирующего государства. Потому что впервые государство получило возможность доказать, что оно серьезно относится к своим обязательствам. Я все-таки надеюсь, что эти обязательства государство свое выполнит. Скажите, а что все-таки для шахмат важнее? Талант или работа? И компенсируется ли недостаток одного другим? Значит, если стать чемпионом мира, то никакая работа талант не заменит. То есть работа необходима, но все-таки талант является первичным. Или стать, скажем, очень сильным шахматистом на вершине. Что касается просто такого, скажем, среднего, даже гроссмейстерского уровня, то я не буду называть имена, но я знаю немало людей, которые, с моей точки зрения, не обладая выдающимся талантом, достигли этих высот. То есть работа в какой-то мере компенсирует. Но вот, скажем, последнюю грань перейти, вот стать уже там претендентным или тем паче чемпионом мира, тут уже вот надо что-то иметь от Бога, чтобы вот это могло реализоваться. Я благодарю Гарри Каспаров, четырехкратный чемпион мира. Браво! Спасибо! Я благодарю также всех участников нашего сегодняшнего блиц-матча за их прекрасные вопросы. Гарри, как вы оцениваете этот матч? Я думаю, что он кончился в ничью, и это лучший результат, который мог бы быть. Ну что ж, ничья. Спасибо! А мы встретимся с вами ровно через неделю, в следующий вторник. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»